Слышал, нет? Сейчас, привет! Да, отлично! Ну, давайте пока презентацию попробуем понять или вспомнить, что мы поднимаем под клонами. Вот как вы понимаете, что такое клон? Что-то выращено с одного материала. Еще раз? Что-то выращено с одного материала. Отлично! Встречаются у людей клоны? Да. Они разве не запрещены? Ну, вообще, они бы очень удивились, если бы узнали, что они запрещены. У человека процесс планирования происходит самопроизбольно. Например, однояйцовые близнецы полностью соответствуют вашему определению клона. Это люди, которые развиваются из одного оплодотворенного яйца, которое распадается на несколько в организме матери. Поэтому... Это деление, а не клонирование. В смысле? А в чем разница? Они генетически однородные. Это естественное. Клонирование... Хорошо. Вы понимаете под клонированием исключительно искусственный процесс, да? А что? Навязано на кинематографу. Еще раз? Навязано на кинематографу. Поэтому большинство... То есть, вы понимаете под клонированием вынужденное... Вынужденную искусственную вультипликацию, да? Какого-то наследственного криента. Хорошо. На самом деле, если мы задумаемся о клонировании, мы поймем, что не только близнецы являются генетически идентичными, скажем так, кронами друг друга, но и в течение нашей жизни мы с вами неоднократно занимались клонированием. Если вы брали листик фиалки, например, поставили его в воду, у листика вырастали корешки, то ваша фиалка была клоном исходного материнского организма. То есть, мы все в течение своей жизни практиковали вот такие вот вещи, так или иначе, связанные с клонированием, с дублированием, с размножением объектов, с идентичной генетической информацией. Если у людей двойняшки, тройняшки, пятерняшки, четверняшки встречаются достаточно редко, у некоторых животных, такие как армадилы или броненосцы, у них всегда рождается по 4 одноизненного близнеца. То есть, для природы процесс такой мультипликации, размножения, дублирования наследственного материала является достаточно естественным. Когда мы с вами вспомнили фиалку, то есть, у вас есть растение, у него есть много листиков, и вы из каждого из этих листиков можете вырастить новую фиалку. Правильно? Да? А если мы зададимся целью получить какую-то прибыль, или лучше того, сверхприбыль, у вас есть какая-то уникальная фиалка с очень яркими, и очень тёмными цветами, или вообще обладающая какими-то ценными признаками. Скажите, пожалуйста, сколько нам нужно материала вот этого, из которого мы можем вырастить, вырастить фиалку? Листьев, половина листа, сколько? Одна клетка, наверное. Совершенно верно, одна клетка. Точно так же, как в случае с эмбрионом, с зародышем, когда мы с вами тоже начали свою жизнь с одной-единственной клеткой. Когда материнская и отцовская клетка встретились, появилась первая клетка нашего тела, и действительно, мы начали свою жизнь с одной-единственной клеткой. И эти растения, которые выращены здесь, на питательной среде, ничем не хуже нас в этом плане. Все эти растения, которые я сегодня для вас принёс, выращены в Одессе, в лабораторе InvitroPlan, которой руководит Татьяна Павловна Корне, выпускница нашего факультета. Все они выращены из небольших кусочков ткани, которых было не много клеток. Вы можете посмотреть на это, познакомиться с этими объектами, поменяться друг к другу, ближе их просмотреть. Это те виды, которые являются промышленно-центными и перспективными для наших областей. В лаборатории InvitroPlan впервые в Украине было налажено производство клонов такого замечательного растения, как Павловния войлочная или Павловния томингроза. Некоторые клоны и формы этого растения носят промышленное название окси-3, то есть окси от слова оксиген. Это растение растёт потрясающе быстро, и за год в наших условиях нужно дать прирост до 3 метров в высоту. Если вы видели в городе Павловнии, кстати, одна из Павловнии растёт возле Украинского театра. Это растение, которое с колоссальной скоростью поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. То есть вы понимаете, наверное, что растения, которые окружают нас, точно так же, как кораллы на дне морского океана, извлекая вещества из окружающей среды, приводят из этого своё тело. То есть растения, которые мы видим, это сконцентрированный, поглощённый углекислый газ. Сегодня вы знаете, что углекислый газ называют парниковым газом, и многие исследователи связывают глобальное потепление именно с накоплением этого газа в атмосфере. Логично, что если мы начнём рассчитывать те выбросы, которые современные автомобили или другие объекты технически производят в атмосферу, мы увидим, что баланс достаточно сильно сбит. То есть один автомобиль за год вырабатывает полный углекислого газа. Для того, чтобы это компенсировать, необходимо высаживать растения, в том числе быстрорастущие растения, которые способны быстро абсорбировать углекислый газ и превратить его в какую-то связанную форму, например, гересинку. В этом отношении павловния очень хороша, если из неё готовить мебель, воски, древесину павловнии называют растительным естественным алюминием. Но работа лаборатории инвитроплант не ограничивается вот этим вот растением. Для чего мы в первую очередь растения используем с вами? Кроме материала. Кто сегодня с утра употребил растения? В пище или нет? В пище, совершенно верно, да. То есть в этом отношении, вот у кого коробочка с красным утра? У вас? В мире. Вот, красный, да. Это уникальный опыт, в принципе, фактически в мире. В лаборатории инвитроплант впервые в мире планированы орехоплодные растения. Вот это вот хундук. То есть здесь эти растения, эти растения очень трудно клонировать, потому что, сейчас мы ответим с вами на вопрос, почему. Представим себе, проведём мысленный эксперимент. Представьте себе, что мы одели кулёк на голову. Что произойдёт? Почему? Почему? Вот когда мы одеваем на голову кулёк, в нём есть кислород, правильно? А почему мы потом вздохнёмся? Потому что он закончится. Почему он закончится? Потому что он преобразуется. Сам по себе? Вдыхаем. Мы выдыхаем. А что мы ещё делаем? Вдыхаем. Вдыхаем, да? То есть мы из окружающей среды извлекаем то, что нам нужно, а выделяем то, что нам не нужно. Как говорил мой дедушка, вдыхаем кислород, выдыхаем всякую гадость. То же самое делают все живые организмы. Орехоплодные культуры характеризуются тем, что они вырабатывают достаточно много филонных соединений и очень быстро отравляют сами среду своего обитания. Вот этот особый цвет данной среды связан с добавками, которые являются наукавой этой лабораторией, благодаря которым впервые удалось клонировать вот эти вот растения, которые достаточно быстро отравляли в питательную среду, в которой они обитают. Такая же проблема с тем, что клоны во время роста могут себя сами отравлять, связана, например, с эустомой. Вы знаете, это красивое растение, похоже на розу. Вот когда дарят женщинам розы, но это не розы, а просто похоже на растение, называется она эустома. В процессе роста и развития уже маленькие клоны эустома производят этилен, которые являются гормоном старения и фактически они сами себя убивают. Поэтому существует проблема и планирование любого растения в лаборатории это важная интеллектуальная задача. Есть общие принципы планирования, которые характерны для всех растений, но для того, чтобы планировать какой-то сорт или какую-то форму, необходимо подобрать условия, нужные именно для данного вида. Кроме этого, у вас в руках в других коробочках вы можете увидеть сорта еженики, в производстве также цена ровца голубиха и ряд других ценных для нас пород. Причем в лаборатории уже на ранних этапах можно отделить более и менее стойкие сорта кукотруб. В том числе, можно, комбинируя состав солей в питательной среде, определить, какие растения будут более, какие будут менее засухоустойчивые, уже на уровне изучения клеточных цинкций. Кроме того, планирование позволяет нам вырастить живой организм буквально из одной единственной клетки. Если говорить не об области, допустим, лаборатории инвитроплан, а о производстве лекарственных средств из женьшеня и радиолы розовой. Вы знаете, что женьшень – это очень известное лекарственное растение, которое ценится до сих пор на вес золота. То есть, там огромное количество биологически активных веществ, которые стимулируют развитие человеческого организма, препятствуют старению и так далее. Сегодня практически весь женьшень, который используется в медицине, пармокагнозия – это тот женьшень, который получен в ланальном размножении. А радиола розовая – то же самое. Интересным, очень интересным фактом являлось то, что клоны радиолы розовой, которые сегодня используют для получения лекарственных средств, обладают теми свойствами, которые не обладают растения, собранные в природе. Благодаря удачной мутации оказалось, что ланальная культура радиолы более биологически активна, чем ее природные аналоги. И в этом случае речь идет о том, что вот эта технология микрофланального размножения при своей простоте, при том, что она очень похожа на то, что мы делаем с вами, когда размножаем растения частями, то есть мы отрезаем лист, ставим его в воду, и дальше у него вырастают корешки, как бы сами по себе. В лаборатории мы делаем все то же самое, только в стерильных условиях, в тех условиях, когда мы вместо листа можем взять небольшой участок этого листа с живыми тканями и клетками. Что-то с моей презентацией, но это не важно. Пока все появится, я готов ответить на ваши вопросы, потому что на прикажущейся простоте все-таки возникает вопрос, почему тогда нет этих лабораторий на каждом шоу. Хочу сказать, что в Одессе на данный момент существует как минимум 4 лаборатории планирования растений при разных научных учреждениях, в том числе при Селекционном и Генетическом институте, при Институте виноградорства и виноделия Таирова, у нас в университете на кафедре генетики и поликулярной биологии, на кафедре микробиологии. И вот это вот приватная структура лаборатории Эльвитрофлан, созданная нашей выпускницей буквально на пустом месте. Вопросы? Да. Как растения не клон создать? Еще раз. Как создать растения не клон? Да. Как создать растения, которые не клон? Ну, смотрите, когда, да, с чем связана технология клонирования? Растения размножаются несколькими способами. Первый, это половой путь. Когда мы говорим о половой размножении растений, речь идет о том, что у нас есть пыльца, пыльца должна попасть на пестик, на пестике она должна прорасти, проросшая пыльца доходит до себе зачатка, происходит процесс драйонного создания, образуется зародыш, образуются ткани эндосперма. После этого семя зреет, когда семя созрело, мы его высаживаем в почву и через какой-то срок индивидуальный для каждого растения из этого растения мы получаем гибрид. Из этого гибрида, если мы будем идти классическим путем семенного размножения, потомство мы получим, ну, допустим, для яблони. На какой год яблони с водоплески? Четвертый, пятый год, да? То есть четвертый, пятый год мы получим гибрид, сможем посмотреть, удачный он или неудачный, и таким образом селекционный процесс размножения, производства этих растений затягивается на десятилетия. То есть технология микроклонального размножения, она не дает ничего из того, чего не было бы в природе. В лаборатории мы ускоряем эти процессы, мы направляем их, мы используем наше знание о гормонах и других гибрибрикаторах растений, и в принципе планировать или размножить в условиях лаборатории можно любое растение, из которого вообще возможно такое вегетативное размножение, размножение частями. Например, вы знаете, кто когда-нибудь сажал картофель? Как вы сажали картофель? С помощью чего? С помощью клубней. Вы же не высеваете семена картофеля? То есть, на самом деле, вы используете тот же самый метод вегетативного размножения, аналог клонирования, а если бы вы высаживали семена картофеля, вы бы 3-4 года ждали по урожаю, пока вырастет картофель, вырастет картофель из семена. Еще вопрос? Ну, получается, когда вы планируете растение, к примеру, это абсолютная копия или это могут быть мутации? Очень хорошая копия. Мы должны с вами понимать, что помимо... То есть, есть несколько видов изменчивости. Вы правильно не спрашиваете. Первое, это модификационная изменчивость. То есть, представим себе наших близнецов. Да? Они когда-то были одной клеткой, эта клетка распалась на две, и из каждой из них развился индивидуальный организм. Они попали в разные условия. Один попал, допустим, в семью наркоторговцев, другой попал в семью веганов. Да. Значит, и дальше они развиваются по совершенно разным путям. Правильно? И в результате мы видим двух совершенно разных людей, которые когда-то были одним целым. Это пример модификационной изменчивости. И мы можем говорить об этом, что так же, как на одном дереве мы не найдем двух идентичных листов, как у чеснокома, то точно так же два клона никогда не будут полностью на 100% идентичны. Всегда будут какие-то маленькие отклонения. Это первое. Второе. Мутации это тоже совершенно естественный нормальный процесс, который происходит в любой клетке с определенной частотой. В нашем организме в настоящий момент в теле каждого из нас существует какое-то количество мутантных клеток. И точно так же во время клонирования эти мутации тоже происходят с определенной частотой. Часть этих мутаций точно так же, как в нашем теле, они не имеют никакого влияния на все происходящее. Часть из них вредоносные. И вредоносные мутации могут достаточно быстро и просто быть в лабораторных условиях. И небольшое количество мутаций полезных. Полезные мутации открывают перед нами большие перспективы использования микроклонального размножения для производства например лекарственных растений, пищевых растений, более устойчивых к различным воздействиям. Ну и кроме этого современная биология предполагает такое направление как биотехнология. Биотехнология это способ создания живых организмов либо де-ново с помощью банка генов когда мы собираем определенные последовательности генов и создаем живой организм который уже было проделано в 2015 году. Либо как Франкенштейн который сшивал вот это существо из частей разных людей мы сшиваем вместе объединяем вместе структуры разных живых организмов так же как это происходило в природе в свое время мы можем создать новый живой организм ну давайте прощелкаем презентацию за оставшиеся пять минут итак здесь вот изображение Побловния это вот первое было второе делалось следующий вопрос я хочу подчеркнуть изображение чего это очень плохо слышно Побловния Побловния вылочная я говорил о ней в начале мы просто подошли подошли да ничего страшного давайте попробуем прощелкать ну в принципе презентация презентация это не принципиально там мало дополнительной информации то есть часть информации касается районирования Украины частично тех перспектив которые дает нам собственно наше географическое положение перспективы сельского хозяйства для нашей страны очень большие но к сожалению есть много проблем лежащих за пределами моей лекции которые не позволяют нам использовать вот этот весь потенциал то есть интенсивное земледелие например в таких засушливых жарких странах как Арабские Эмираты позволяет им с помощью капельного полива выращивать пшеницу да то есть в наших условиях наших черноземов мы далеко не весь потенциал использования когда наши поля зарастают амброзией и другими сорняками это большой упрек всем презентация к сожалению не запустилась я не думаю что мы будем на этом акцентировать внимание давайте перейдем к вопросам какие-то вопросы предложения пожелания по поводу нашей темы на фейсбуке вы можете найти группу описывающую работу лаборатории литроплан лаборатория периодически производят различные сорта растений но есть небольшая проблема связанная с планированием эта проблема от успешности решения этой проблемы зависит вообще успешность всего планирования то есть вы понимаете что когда растение обитает в такой коробке оно адаптировано приспособлено к условиям коробки к условиям повышенной влажности потому что пища абсолютно доступна здесь нет никаких возбудителей болезней то есть у этого растения практически здесь нет иммунитета когда такое растение переводится в нестерильную не сформировались новые листья не сформировались новые структуры пока устится не научатся закрываться это растение является доступной пищей для любого возбудителя да здесь разные структуры разные клетки клетки животных клетки грибовки клетки растений клетки бактерий части структур нашей собственной клетки а именно метафондрии и власти растений это бывшие бактерии здесь вы видели методику методику планирования то есть вегетативного размножения растений и дальше вот это схема того как можно планировать и производить растения то есть мы берем любую часть в которой есть живая ткань помещаем живую ткань в питательную среду которая содержит гормоны и дальше происходит формирование нового растения которое мы затем опять расчленяем и помещаем питательную среду таким образом из одного растения за 5-6 шагов мы можем получить миллион растений и дальше следующий этап важный это этап адаптации вывода из стерильной среды этого растения и перевод его в нестерильную среду когда оно уже становится самостоятельным живым организмом давайте следующий этап различных методов внедрения новой генетической информации сегодня эта методика осуществляется с помощью агробактерий которые являются векторами или переносчиками другой наследственной информации ну и дальше генетическая модификация это наши масштабы то есть это реально выращенные по заказу несколько тысяч растений и половни которые в лаборатории были изготовлены и адаптированы таким вот образом для высадки на территории одного из густозов Одесского области это технология выращивания по Волге данные по ней то есть эта лекция я больше ориентировался по Волге дальше вот это само это растение о котором я вначале говорил это растение на второй на первый на второй год первый год они растут потому что обрезают и за второй год они вырастают на 2-3 метра а это уже пятилетний лес из пятилетних полосных это другие растения которые производят в лаборатории это ежевика это гулбика это шина да гулбика дальше там наверное вначале наверное это все да спасибо большое за внимание если будут вопросы с удовольствием на них отвечу если вопросов нет все равно спасибо 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 спасибо